Привет всем! Сегодня попробуем приготовить овсяные пряники по новому рецепту. Здесь у нас соединяются на медленном огне 100 граммов сливочного масла и 1 столовая ложка меда. Также по рецепту у нас идет 250 миллилитров овсянки. Ее нужно будет размолоть на кофемолке. 300 миллилитров муки, одно яйцо, пол чайной ложки соды, сахара 80 граммов и корица. Ну и можно добавить ванилин по вкусу, соду добавляем в масляно-медовую смесь и все перемешиваем в течение примерно одной минуты. Одно яйцо взбиваем со щепоткой соли, муку просеиваем, смешиваем с перемолотой такой вот овсянкой. Все сейчас соединим в медово-масляную смесь, добавляем одну столовую ложку водки, все перемешиваем и сейчас сюда добавим вот это взбитое яйцо. Сюда же добавляем и сахар, но я пока перемалывал овсянку, еще и сахар тоже на кофемолке перемолол, сейчас все перемешаем и будем соединять уже смесь соответственно вот эту вот с сухой смесью и все хорошенько перемешиваем. Чуть не забыл, добавил еще немного корицы. Тесто замешали и оставляем на минут 15 или 20 отдохнуть. Осталось еще с прошлого раза немного сухих дрожжей, думаю надо поставить небольшую такую пиццу сделать. Поставим тесто, здесь 100 миллилитров воды теплой, добавим дрожжей быстродействующих, чайную ложку сахара, все это перемешаем, накроем сверху пленкой и пускай они так сказать оживут, немного побродят. Котика наш здесь растянулся, играется. Да, Рыжик? Такой вот котика. Одно яйцо взбиваем со щепоткой соли, сформировали вот такие вот пряники и теперь ставим в духовку выпекаться. При 170 градусах до готовности. Дрожжи наши побродили, теперь их смешиваем с яйцом взбитым и добавляем 50 граммов растопленного сливочного масла. Добавляем муку и замешиваем тесто. Тесто замешали, пускай постоит отдохнет. Накроем его полотенчиком. В духовке поднимаются так хорошо пряники. Смотрите, какие красавцы! пряники наши выпекались 20 минут. Сейчас будем доставать их. Такие вот получились и румяные, и вкусные, и запеченные. Рецепт, наверное, отличный. Подготовили начинку. Перец нарезанный, колбаса, огурец и лук, майонез, кетчуп, сыр. Тесто сейчас раскатаем. Я постараюсь сделать с такими, знаете, большими бортами. Потом их очень удобно также использовать вместо хлеба. Такие кусочки аппетитные будут. Поэтому сейчас буду раскатывать тесто. Получилось как-то так. И сейчас все смазываем кетчупом. Выкладываем перец, лук и огурчики. Капельки майонеза. И сейчас будем распределять колбасу. И посыпаем сыром. Такая вот получилась очень вкусная пицца. И пряники. Тоже очень вкусные.